Ребята, привет! Сегодня у нас четвертая попытка литья крышки для спортивного мотоцикла Минск или от спортивного двигателя мотоцикла Минск. Мы решили провести опять в четвертый раз работу над ошибками. Привезли две старых плиты, поискали там одна у Андрюхи, вторая у наших родственников. В общем, сегодня будем запускать эти плиты. В этих плитах мы попробуем прокалить формы, просушить их как следует. Последняя у нас осталась неприятность, это вот эти непросушенные формы, которые сильно парят и портят нам качество отливки. Ну и, конечно, ее сырость тоже дает, остывание металла и прочее. В общем, погнали делать работу над ошибками. Андрюха сейчас подрежет бочку. Это тоже одна из наших была главных ошибок в прошлый раз. Поторопился я, но сейчас все сделаем. Уберем этот косяк. Кстати, вы спрашивали, почему мы льем на эстакаде. Эстакада это у нас всегда запасной аэродром. Вечером здесь есть освещение. Когда идет на улице дождь, здесь сухо. Поэтому сейчас будем заниматься всем на эстакаде. Вот прям сюда на эстакаду я положил лист. Снизу буду греть его горелкой и сушить песок. Песка в этот раз насушили в два раза больше, потому что делать будем сразу две крышки. У своей мамы на кухне я нашел из сита еще меньше, чем я купил для предыдущей просейки. Но по факту оказалось, что весь песок легко через него проходит. И более крупных песчинок немного больше. Поделюсь с вами своими наблюдениями по детской присыпке. В углах и на многих плоских частях крышки песок прилип. И это уже не первый раз. Пришлось даже один раз переделывать, но уже с графитом. И вторую крышку я тоже делал уже с графитом. Не стал экспериментировать. С ним получше, но все равно кое-где песок прилипает. И ничего с этим поделать не смог. На отливке это будет видно, как наросты металла. Все сделал как обычно. По уже отточенной последовательности обе крышки буду лить лицевой стороной вниз. Так, на мой взгляд, логичнее для полной проливки крышки и выхода лишнего воздуха. Тем более, что впоследствии этих экспериментов будет еще одна крышка. Но уже с эксклюзивными доработками. И лить я ее буду именно лицом вниз. Так как там будет логотип и дополнительные элементы. В этот раз я решил чуть сэкономить на жидком стекле. И сделал пропорцию не 3 кг на 30 кг песка. А примерно 1,8 кг на 30 кг. И особой разницы не заметил. Формуется также крепкость формы по виду такая же. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Куда ты полетела? Куда ты полетела? Ребята, вот так происходит процесс сушки. Надеюсь, что она прокалилась. Она сейчас очень горячая, вот прям очень. Потому что вот эту, в которую я положил форму, она очень сырая. Вот эти были вчерашние, они еще как бы подсохли более-менее. Сейчас еще есть у нас время, несколько часов, чтобы оно у нас подсохло как следует. Что-то у нас какие-то эти прибыли бесконечные. Мы уже какую отливку делаем и не можем их спалить. А их все больше и больше. А что это не много раз уже? Это хорошо. Что, дэн пригорел? Это антипригарный дам. О, смотри, смотри. Там горит. О, там походу горит дерево. Да ты что, не просох, да? Все равно не просох. Есть. Ну, уже что-то похожее, Дэн. Вообще, огонь. Дырок нет, усадок пока не вижу. Вот там, где повреждение было слоя, вот этого плотного, видишь, пошли косяки. А так, в целом, нормально. Это все можно зачистить и убрать механическим путем. Вот это у нас четвертая не пролилась. Но все целое. То есть, хватило металлу питания вот из этих питателей. Похоже, она тоже целая. Друзья, ну вот и все, литейка закончилась. В общем-то, добились того результата, которого вы хотели. Две крышки отлито сегодня. И, в общем-то, результат налицо. Смотрите. У нас получилось две вот таких крышки. Одна получилась идеальная. Ну, как идеальная? По внешнему виду, конечно, нет. Есть косячки, которые надо доработать. Но это легко убирается все механической обработкой. А в целом, крышка вся получилась. Все пролилось. Никаких дырок, отверстий нет. Несмотря на то, что вот здесь четвертый питатель все-таки не вышел. То есть, металл отсюда не вылился, не поднялся. Но крышка получилась. То есть, вот здесь вот пройтись фрезерным станком, когда плоскость, все будет нормально. То есть, отличный результат. У нас есть одна годная крышка для наших экспериментов для установки на мотоцикл. И есть еще вот такая вторая крышка. Здесь есть небольшой дефект литьевой. Есть вот здесь вот металл. Немножко тут не пролился. Эту форму у нас, видите, подняло. Я забыл ее закрепить. И весь металл пошел в стороны. Но металла было много. И питатель, как вы видите, дали крышке нормально пролиться. Я думал, это трещина. Это трава. Эту крышку я могу спокойно использовать как мастер-модель для будущих отливок. На всякий случай, чтобы не снимать с мотора крышку, я хочу сделать вот такую мастер-модель, чтобы она лежала на полке. И при желании, если мало ли вдруг что приспичит сделать еще одну такую крышку, у нас будет просто готовая модель, по которой можно будет сделать отпечаток в землю и отлить еще один экземпляр. Ее можно будет покрасить, чтобы она имела размеры чуть-чуть больше, для того, чтобы крышка в дальнейшем попала у нас в размеры. Но это еще, ребят, не все. Потому что, в общем-то, можно сказать, что все-таки мы технологию нет-нет да доработали. Ребята все молодцы, кто помогал. Всем огромная благодарность. Был стрим у нас в прямом эфире. Это был первый раз. То есть была прям трансляция. Она была двухдневная. Можете зайти в раздел трансляции и посмотреть. Субботняя трансляция была почти 9 часов, когда мы готовили, сеяли песок, делали формы. И воскресная трансляция, она там подробилась у нас на три части, потому что были проблемы с интернетом. Но все-таки стрим у нас состоялся. В прямом эфире мы все это делали. Плавили металл, заливали. И очень много было зрителей, около 300 человек. Как бы для канала это много. Потому что обычно стандартно у нас где-то около 100-150 человек на стриме. В этот раз было в два раза больше. Все это могли наблюдать, смотреть. Так что все. Теперь следующие ролики. Уже я потихоньку буду эти крышки приводить в порядок. И потом, конечно, обязательно вам покажу процесс изготовления. Как все это будет растащиваться, фрезероваться. Но это будет уже в другом ролике. Я думаю, что не на следующей неделе. Потому что это процесс не быстрый. Задача у нас главная была это отлить. Все, ребят. Благодарю, что смотрели. Обязательно ставьте палец вверх, кому понравился процесс отливки крышки. Кому было полезно. До новых встреч на канале Дэн Тюнинг. Пока. Там вот за мной еще одна плита стоит. Вот там. Вот там, да. Короче, привезли две старых плиты. Продолжение следует...